Болеть? 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 Счет за лечение составил у нас 15 тысяч бат с копейками. Всем привет! Мы долго думали о том, стоит ли снимать этот выпуск, и в итоге мы решили все-таки поделиться с вами нашей жизненной ситуацией и рассказать о том, что приключилось. Дело в том, что с нашей младшей дочкой, с Вероникой, ей 6 лет, приключилась неприятность. Мы попали с ней в больницу. Как выяснилось, это ротовирусная инфекция. То есть это достаточно распространенное заболевание у детей. Многие дети болеют этим. Два дня назад Вероника отказалась ужинать, и ночью у нее открылась рвота. Весь последующий день у нее была рвота. Мы не стали обращаться сразу к врачу, решили понаблюдать за ее состоянием, потому что мы думали, может, съела что-то не то или еще что-то. Мы наблюдали, давали большое количество воды, но рвота у нее не прекратилась, и ночью у нее поделась высокая температура. Утром, как можно быстрее, мы собрались и поехали в больницу. Мы особо не выбирали больницу. То есть мы посмотрели по карте, где находится ближайшая крупная больница, и обратились сюда. Как только мы обратились в больницу, сразу провели осмотр. У ребенка сразу взяли анализы. В 8.30 врач пришла, она осмотрела. Мы приехали в больницу к 8.00, в 8.30 пришла врач, она осмотрела ребенка и сказала, что нужно госпитализировать. Нас сразу перевели в палату. Взяли депозит у нас, 7000 бат. В этом видео мы хотим показать, какая больница, как проходит лечение. Расскажем, как проходит лечение. Хотим предостеречь вас. То есть мы попали в эту больницу, не имея страховки. Для того, чтобы сэкономить деньги на лечение, желательно иметь страховку. Но опять же, я читала много отзывов в интернете о том, что люди, обращаясь по страховке, не получают должного сервиса. То есть лечение не очень качественно проходит. Здесь же очень качественный сервис, очень хорошее лечение. Не знаем пока, в какую сумму нам обойдется лечение. Мы все покажем, мы расскажем. Мы не знаем, можно ли делать видеосъемку в больнице, но мы попробуем заснять все. По крайней мере, в палате, я думаю, нам никто не запретит снимать. Мы заснимем палату. Мы расскажем о том, как проходило лечение. Сейчас мы находимся на четвертом этаже больницы. Детское отделение находится на втором этаже. Там нас приняла врач. А здесь находится стационарное отделение. То есть здесь не только дети, но и взрослые. Вообще больница очень удобно расположена. Она, ну вот можно на картинке, кстати, показать. Вот это схема этажа. То есть здание круглое, и все палаты расположены по кругу. Здесь находится обслуживающий персонал, станция медсестер. И поэтому, когда поступает сигнал из палаты, медсестра очень быстро может попасть в любую палату. Поэтому мы, когда прибыли, нам говорили о том, что если будет там что-то пикать, если будет там что-то это, сразу нажимайте кнопку, медсестра тут же подойдет. Действительно, медсестра подходила буквально там за 10 секунд. Больница новая. Я думаю, на видео будет видно, в каком состоянии она находится. Это станция медсестер. Мы идем сейчас в нашу палату. В палату разрешено заходить и родственникам, и друзьям. Вот сейчас в нашей палате вся наша семья находится. Вероника уже чувствует себя гораздо лучше. То есть буквально вчера мы поступили. Сегодня ей уже гораздо лучше. Она играет, она кушает. Это при том, что она два дня ничего не ела. Вчера целый день и сегодня ночью ей капают капельницу. Капельницы очень удобно сделаны. Они автоматические, электронные. Если там что-то происходит, я, если честно, не сильно эксперт в медицинском оборудовании, но если там что-то происходит, либо там перестает капать, либо еще что-то, сразу сигнал, и вот эта кнопочка, она мигает красным светом. Для того, чтобы позвать медсестру, у нас есть вот такая кнопочка здесь. То есть мы нажимаем эту кнопку, медсестра сразу, там раздается сигнал, медсестра сразу приходит к нам в палату. Как я сказала, медсестра приходит буквально там в течение 10 секунд. Можно сообщить что-то о том, что произошло. Но, как правило, мы просто нажимали кнопку, медсестра прибегала, видела, что у нас там что-то кликает. Посмотрите, в каком хорошем состоянии палата, какое все новое и очень хорошо оборудовано. Здесь еще имеется холодильник, столик небольшой, уголок для мамы, ну, либо это родственник какой-то другой, если это взрослый человек, то там, может, муж, жена. Здесь приносит питание только для пациента по диете. То есть если у нас ротовирусное заболевание, у нас определенная диета. И ей приносят еду, значит, по диете. А здесь меню для родственника. То есть здесь можно заказать, в принципе, любую еду. Халяльная еда еще есть. В общем, и причем цены на еду невысокие. Заказ еды у них оформляется по телефону. Весь персонал, даже санитарки разговаривают на английском языке. То есть, в принципе, все понятно. Врач, если видит, что вы что-то не понимаете на английском языке, потому что медицинскими терминами на английском языке я не обладаю, она говорит простые слова на русском языке. То есть там к ребенку она подходит, она не спрашивает у мамы, болит или нет у нее там что-то. Она подходит к ребенку, показывает, болит, болит, болит. А ребенок уже говорит, там, болит, не болит. Ротовирусная инфекция, она сказала мне на русском языке. То есть ротовирус, и, собственно, все понятно. Все лекарства, да, еще я забыла сказать о том, что когда врач приходит, она все говорит. Она говорит, какой они поставили диагноз. Она говорит о том, что показали анализы. Она говорит, какое лекарство они дают и для чего это лекарство. То есть не так, как в России, но просто на собственном опыте. Я не знаю, у кого какой опыт. У нас был такой опыт, когда мы лежали в России две недели, нас неизвестно, от чего лечили. Врач нам так и не сообщила диагноз. И непонятно, от чего нам давали лекарства, какие лекарства, там они особо тоже... То есть только когда я начала вникать, что за лекарства вы даете, они там уже начали объяснять, что за лекарства. Здесь все объясняют, что за лекарства, для чего оно и так далее, и так далее. Также в палате есть большая ванная комната. Здесь достаточно большой душ, унитаз со всеми держателями и так далее. Здесь раковина. Как в гостинице тут есть и гель для душа, и шампунь, зубная щетка, шапочка для душа. В общем, все, что нужно. Полотенец приносит очень много. Вот у нас сейчас забрали грязные полотенца. Полностью все. И принесли новые чистые. То есть полотенца приносят каждый день. Каждый день меняет постель, и каждый день меняет одежду и полотенца. Нам предложили поменять постель, но мы отказались, потому что мы сегодня уезжаем. И я решила, что незачем просто лишний раз путь поднимать. Мы прибыли, нам сразу же выдали Wi-Fi. На одно устройство у них отдельный Wi-Fi. То есть нам выдали Wi-Fi сразу на два телефона. Суп из макарон, какой-то рыбный, например, там, фиш, what a fish? Фиш? Рыба, рыба и рисовый суп. Макаронный суп, рисовый суп или рыба? Что будешь? Что-то есть, выбирай, что будешь есть. А рисовый? Рисовый суп будешь? Макаронный суп будешь? Макаронный суп. Макаронный суп? Макаронный суп, окей. Я не буду. Да, да. Окей. Ливи? Я оставлю. Спасибо. Еще пару слов хочу рассказать о лечении. То есть лечение проходило очень быстро. Как вы видите, ребенок поправился всего за один день лечения. Анализы у нас взяли сразу же, как только мы поступили. Результат анализов мы получили максимально быстро. Мне кажется, буквально через час нам уже сообщили результат анализов. Сразу нам поставили укол, чтобы прекратилась рвота. И затем они уже говорили о том, что давали солевые растворы и так далее. Но не будем вникать в процесс лечения. Просто я хочу сказать, что лечение действительно на высшем уровне. Максимально быстро решаются все вопросы. Максимально быстро выдается результат анализов. Лечение назначается только по результатам анализа. Сегодня пришел еще один результат анализа. Врач сообщил о том, что ротовирусная инфекция подтвердилась. Но сказала, что ребенок может самостоятельно без антибиотика уже справиться с этим заболеванием. Поэтому сегодня в 4 часа нас обещают выписать. В описании мы оставим ссылку на эту больницу. Ребята, всем привет. Расскажи, как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Ничего не болит? А болела, когда приехала? А когда приехала, болела, что у тебя? Животик болел? Я не знаю. Кова болела? Давай выздоравливай. И пойдем обезьянок смотреть. Гулять пойдем. На отдыхе болеть нехорошо. Понимаешь? Давай-ка не болей. Мы же приехали туда не болеть и отдыхать. А, у меня крючка нет. Ааа, нехорошо. Понимаешь? Дай, я не знаю. Я не знаю. Мама, для этого, после заболевания заболевания, заболевания добавляю, мы заболеваем больницу, заболевания заболевания. Болела и бактерия. Это значит, что я начну с антибиотиками снова. Вы понимаете? Да, я понимаю. Мы будем здесь. Мы будем здесь. Вы хотите идти домой? Да. Если вы хотите идти домой, это нормально. Когда я идти домой, я даю антибиотиками за 20 минут, и потом домой. Потом домой, когда я даю антибиотиками, она может вызвать февр. Другая, когда я даю антибиотиками, она может вызвать февр 3 дней. Это значит, что сегодня может быть феврой, но потом будет феврой, но на неделю нет феврой. И что всё должно быть лучше на неделю. Нет феврой, нет феврой, нет гипотиков. Я хочу идти домой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...